Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. Так, заберем свои награды. Лига Самураев 2 звезды, вы серьезно? Они походу не шутят, я сейчас гляну специально, я зайду и посмотрю, да. Ай, друзья, Лига Самураев 2 звезды, причем ранг 9, ну ладно, мы с тобой перейдем сейчас на 3 ранг, тут понятное дело, но согласись, неприятно, вот лично мне никакого удовольствия это не доставляет, что я в Лиге Самураев 2 звезды, поэтому давай-ка мы сегодня поднажмем чуткарика, буквально капельку, попробуем вернуться обратно в Лигу Сегунов и я думаю, что там и закрепимся. Ну что, начнем потихонечку. Кстати, ребят, сегодня меня выписали, поэтому 20-го числа я иду на работу, вот, ну и соответственно, как ты понимаешь, видосиков будет уже поменьше, поменьше. Это, ребят, не от меня зависит, от моего свободного времени. Так, дай-ка эту муху накажу и... Дони, 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 ты что делаешь? Я даже придумал кое-что, Дони, словно кулек Вони. Да, не в тему, что ты... Такие идиотские шутки, Рэй, лепишь здесь, как лепило. Ну вот, вот, друзья, Лига Самураев 3 звездочки, я вернулся обратно. Ну, это ерунда, мне нужны... Мне нужны Сегуны, понимаешь? Поэтому я беру здесь Зека и... Раз, два, три, четыре. Все. Зек, по идее, должен сейчас с одной плюшки вот этих вот супостатов вырубить. Посмотрим. А я тебе... О чем говорил? Вот тебе и результат. Так что продвигаемся дальше. Таким темпом мы, кстати, быстренько с тобой в Сегуны проберемся. Так, 64-я уже позиция. Если они, конечно, не будут здесь зажимать, знаешь что? Ну, ты, я думаю, понял. Если они не будут зажимать для меня кубки. Если кубки зажимать не будут, то мы с тобой... Сейчас взлетим. Главное, чтобы потом не больно падать было. Так, вот у меня... Я заметил, ребята, вот с голосом. Когда вот я не всплюсь, да, или наоборот, чуть больше посплю, у меня вот начинает голос першить или, не знаю, как называется, ломается. Или у меня такой в наушниках слышится голосок. Короче, не... Как сказать? Некомфортно. Заказал себе пару наушников. Посмотрим, что у нас из этого получится. Никак не могу себе выбрать нормальные, хорошие наушники. Хотя, вон у меня, вон, висят. Как они там называются? Ты уже забыл. Они называются у меня HyperX. Какая-то там версия, я уже не помню. У меня также есть эти... Arctic Eyes наушники. Ну, почему-то вот, ребят, мне не нравятся. Мне вот нравятся вот эти вот мои. Старые, добрые. Ну, молекула называются они. На самом деле, они называются немножко по-другому. Но они почему-то громоздкие. Я посмотрел, как я смотрю из них. Слишком громоздко. Но по звучанию они меня вообще устраивают. А еще больше меня устраивают, знаешь что? Сейчас я тебе покажу еще наушники одни. Вот такие вот. Да ёпросты, чё там? Вот такие вот тоже, ребят. Но в них полноценный звук 5.1. Понимаешь? В них вообще звучание идет отличнейшее. Ну, я не знаю, почему-то я вот... Кстати, я, наверное, в следующем видосике именно в них буду сидеть. А вот это вот в данный момент, что на мне висят, это... Я забыл, как они называются. Если честно, я забыл, как они называются. Эндефир. Что-то типа того. А заказал я себе Sony, Hoku и JBL. Посмотрим, что из них будет лучше. Зашибись, да? Начали играть в черепашки. Я тут со своими наушниками выпендриваюсь, так сказать. Вот. Это, знаешь, то же самое, что... Вот у меня, вот здесь вот, да, микрофон. Это Samsung... G-Track Pro. Они у меня уже долго, ребята. И вот здесь висит тоже хайперский микрофон. Последней этой версии. Мне вот этот вот нравится больше, чем тот. Хотя тот у меня на пантографе, знаешь? Как бы, ну, все четко, да? Что там хочешь, то и делай. Держит очень большую нагрузку, пантограф. Но вот мне вот эти нравятся. В них как-то вообще и настройки больше. И тут можно двухполосочку делать. То есть, ты можешь звук записывать отдельно от игры. То есть, я могу снимать игру. Как бы вот сейчас говорить, да? А потом голос просто убрать из игры. Музыка все это останется, да? А голоса не будет. Так же здесь можно подключать отдельно акустику. Так же можно слушать. Подключаешь наушники и слушаешь, что ты говоришь и как ты говоришь. Ну, в общем, тут очень много всяких фигней. Тут тишина. Тут настроек дофига, короче. Вот этот, как говорится, микрофон меня вообще устраивает во всем. Так, ну что, давай заберем здесь награды и продолжаем. Продолжаем нашу турнирную арену. Мне надо все-таки пробиться в Лигу Сегунов. Три звезды. Сегодня я вряд ли, конечно, три звезды возьму, но хотелось бы. Давай возьмем Леонардо и... Леонардо и... Вот единственный, ребята, минус вот этого вот микрофона в том, что его очень тяжело посадить на пантограф. Он сам по себе весит, ну, наверное, килограмма четыре. Может, даже больше. Очень тяжелая. Особенно вот эта вот подставка, на которой он стоит, она вообще, ребята, неподъемная. Очень тяжелая. И у него крепление очень специфическое. Очень большой диаметр, поэтому не на каждом фотографии ты найдешь такой переходник. Поэтому у меня как бы хайпер, он там висит. Ну, я как-то пару разиков, ребята, записывал для вас видос. Вы сказали, что-то как-то не ахти, голос как-то... Может быть, вы просто не привыкли, потому что вы в течение очень долгого времени, там, несколько лет, слышали только через вот этот микрофон голос. А как ты знаешь, любой микрофон, когда ты что-то меняешь, он сразу начинает голос твой меняться. Я уже сам это неоднократно замечал. Поэтому, возможно, надо просто привыкнуть. Тот микрофон со встроенным поп-фильтром, вот видишь, здесь у меня от такой вот поп идет фильтр, а там встроенный. Но мне не нравится там. И если сделать абсолютную тишину, то в том микрофоне будет какой-то такой, знаешь, как будто как шипение. Я не знаю почему. Может быть, то, что там подсветка идет, может быть, от подсветки идет фон. Ну, в этом нет ничего такого. Что я вам расписываю, микрофоны? Вот скажи, сдались нам твой микрофон. Давай играть, да? Правильно, ребята, давайте играть. Поехали. Чем быстрее мы перейдем, тем лучше. Так, ну что, сегодня по плану после черепашек, наверное, ребята, серия по растениям против зомби-героям. Потом, возможно, я сыграю растения против зомби-2. Потом, возможно, ребята, ну это не 100%. Сыграем растения против зомби-нейборвиль, битва за нейборвиль. И на втором канале сегодня будет продолжение Nordic Ashes. Я хочу попробовать бабушку Хельгу. Поиграть за нее, посмотреть, что она делает, что она вообще из себя представляет, насколько она крутая. Так что, вот как бы такие планы на остаток, так сказать, моего выходного. Потому что завтра я еще отдыхаю, а вот послезавтра уже все, ребят, Арбайден. Но оно и к лучшему. Я уже не стал, ребята, тянуть с этим болельничным, а то мало ли там что, забракуют еще. Поэтому лучше не увлекаться, да? Так, ну что, побежали. Сейчас мои маузеры. Слушай, ну не классно бомбят. Они бомбят прям великолепно. Мне нравится. Ну что? Так. 43. Ну, слушай, мы зайдем сегодня в Лигу Сегунов 3 звездочки. Это обязательно будет сделано. Так, давай, давай, давай. Кто-то спрашивал, Рэй, а ты будешь продолжать играть в мир юрского периода? Ребят, я недавно буквально вот на днях собирался поиграть, и она начала вылетать. Она начала вылетать у меня безбожно. Потом она вылетела в один прекрасный момент, и я не смог в нее зайти. И поэтому серию я выкладывать не стал. Что касается Shadow Fight 2. Опять же, друзья мои, начинал, собирался тут играть. Все, ну как бы, все хорошо, там, поединки проиграл пару раз, и реклама, как она меня достала. Вот серьезно говорю, реклама меня просто допекла в корень. Она все настроение не портит. Не знаю, может быть, в скором времени вернусь, ребята, в Shadow Fight 3. Я не знаю, как там по поводу рекламы, но во второй части ее напихали просто уже безбожно. Раньше такого не было. Просто в свое время, когда можно было купить премиум игру, где реклама не показывалась. Хотя, ты знаешь, мне кажется, премиум-то рассчитывал. Хотя, почему бы это? Наверное, она работала бы до сих пор. У меня же работает сейчас, например, на бесконечную энергию. А они же не отменили? Нет. Тогда, возможно, и реклама бы тоже не работала бы здесь. Хотя, кто ее знает, работала бы она или нет. Кстати, ХКР-очка сегодня будет, да. Про нее-то мы не забываем. Такс, ну что. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. 15-20. Ну, уже 15-20 было у нас. Но они, видимо, не собираются мне давать повышенные ранги. Поэтому я пока вот так. И подготавливаю, ребята, наконец-то подготавливаю этот отдельный ОБС-ку, отдельный ОБС-ку под стримы. Пока настраиваю там все это, чтобы все было. Я вот не знаю, нужно ли будет туда стимдек подключать к трансляции. Ну, как бы все, чтобы вот это все работало правильно. Пока не знаю. Пока сейчас вот эти все донейшн, фигейшн, вот это все поднастроим. И, скорее всего, стримы будут начинаться у меня все-таки на втором канале. По ПК-играм. Не по мобильным, а именно по ПК-играм. В дальнейшем посмотрим. Может быть, возможно, и перейдем сюда, на наш основной канал и будем стримить уже здесь. Ну, если стримить, то надо будет какие-то очень долгие, интересные игры выбирать. Наподобие Soul Knight, вот что-то такого. Потому что, если, например, стримить по черепашкам, ну, грубо говоря, ну что ты вот, серия на полчаса и все. Максимум, что ты можешь из себя выжать, это полчаса игры. В моем случае, на моем вот этом вот аккаунте. Больше вот еще что-то из нее просто не выжмешь. У тебя либо не хватит энергии, либо еще что-нибудь. Вот. Понимаешь, дальше у меня. Либо какую-то онлайн-игру. Я не знаю, много есть онлайн-игр, именно мобильных. Если вы какую-то, знаете, ну, такую, чтобы можно было именно вот с подписчиками, чтобы вот как бы клан, вот что-то такое. В свое время, я помню, у меня говорили, игра Frostborn. Но, по-моему, я могу, конечно, ошибаться. По-моему, там это, что-то там перестало, короче, работать. Я могу, конечно, ошибаться, ребят. И, возможно, это не наш, как сказать, не наш конек, не наша игра. Ну, предложение кидайте, я уже посмотрю. Именно онлайновая игра, где можно играть командами. Вот. Чтобы она была долгая. А самое главное, чтобы она была, ребята, интересная. Как можно меньше гринда, вот всякого вот этого вот лута-сбора и тому подобное. Чтобы ты зашел и начал вот это вот как бы вот, знаешь, как вот во всех вот стратегиях, ой, стратегиях, во всех вот этих вот играх, ММО, помощь там, клановые воины, вот это. Вот было бы прикольно. Это было бы вообще The Best From West, как я обычно говорю. Так, ну что, сплитер, давай рубани его. Отлично. Тут пока была распродажа, купил себе Веризинг. Ну, Веризинг, я имею в виду, это игра про вампира. И что-то там еще приобрел. И хотел, друзья мои, купить Хогвард, но на Эпик Шторм он стоит 10 рублей. Я посмотрел, куда нафиг 10 рублей за Хогварда отдавать. Я лучше подожду, как сказать, релиза, не релиза. В общем, в Стиме ее нету. Она сейчас в данный момент только в Эпике. Или покупать ее с кого-то, с другого аккаунта, проплаченной. То есть ты как бы бабки отдаешь ему, и тебе дают, например, там, аккаунт или саму игру тоже уже, ну, пропатченную, как это назвать, пропатченную. Ну, короче, кто-то ее купил, поиграл, да, например, и аккаунт раздает. Я в свое время так проходил, если я не ошибаюсь, я так проходил Снайпер Элит 5. Да, ребята? И я пришел, ну, как пришел, я списался с человечком, да, он эту игру, аккаунт, как бы, мне дает в пользование. И я также играю в нее со всеми обновлениями. Все просто, когда, например, я прошел игру или не надо, она мне не нужна, я просто ему пишу, и он, как бы, этот аккаунт забирает. Все. Как бы, неплохо, как бы, я считаю. И то же самое и можно сделать с Хогвардом, как я понял. Поэтому я посмотрел ролики, мне игра, в принципе, понравилась. Очень большой открытый мир, очень много всяких заклинашек, очень много вот этих всяких прибамбасов, примочек, огромный мир. Надо смотреть. Смотреть, я надеюсь, она будет на русском, ну, локализация будет русская. Хотелось бы мне, потому что на английском, ну, нет смысла, ребят, играть в такие игры, потому что очень много заданий, очень много диалогов там будет. И с английским, или с этим переводчиком сидеть с мобилой, с этой пыркать, ну, это, как бы, тоже не мой вариант. Я думаю, и не ваш тоже. Ну, что, ребята, я обещал вам Лигу Сегонов 3 звезды, вот и все. На последнем поединке мы с вами пришли и захватили эту Лигу Сегонов. Так, ну что, давай теперь сделаем ежедневные задания. Тут их... Офигеть, а мы так быстро с тобой? Ой, а, нет, 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 это только первый круг. Я уже думал, я уже подумал, мы уже на втором круге. Ага, губы-то закатай, рычек. Ты вперед паровоза бежишь. Молодец. Как еще говорится, молоко на губах не обсохло, а просишь такую вещь. Вы опять за свои супостаты несчастные, а? С ума с бродой. Так, Армагон, давай. Да вы задолбали, ты прикинь. Друг за друг ходит. Офигеть у них там скорость, повышение скорости. Они мне просто не... Вот сейчас вот каждый по два раза успел сходить из них. Вот буржуи, а. Ну-ка давай вертушку Рэй. Ой, фу ты. Лео. Я уже всех называю Рэем. Всех. В тот раз я Рафаэля назвал Рэем, сейчас я Леонардо назвал Рэем. Все уже. Молодцы. Ну что, забираем здесь награды. И двигаемся... А двигаемся мы с тобой в поединке. Да ты достал меня. Ну что, маузеры, вы готовы? Ага. Я понял. Я понял. Не хватает. Ну давай попробуем найти три кружки. Раз. Два. И три. И три круханчика нашли. А, две пятьсот. Ребята, до шестой ступени. Две массовые атаки у нас прокачаны. Так, ну что, давай попробуем. Оу. А тут всего четыре палочки нужно найти. Пшу. Четыре палочки. Сейчас мы их с тобой найдем. Только шорох. Так, это уже две, по-моему, да, палки? Палочка для еды. Так, две и четыре. Все. Все, хорош. Прокачиваем. Угу. До третьей ступени. По-моему, здесь у нас уже выполнены. Только в сложном бою. А тут не хватает еще двух. Ладно. Смотрим дальше. Что нам еще можно у них прокачать? Оу. Восемь пультов. Восемь пультов каких-то несчастных. Ну, я сейчас их, наверное, искать не буду, ребят. Хотя, почему бы и не найти? Восемь пультов. Мы два нашли, да? Это три. Три. Так, четыре. Четыре. Ну. Пять. Шесть. Ну, два пульта, дайте мне. Семь и последний. Восемь. Все, ребята, восемь пультов. Опа. И еще прокачали. До четвертой ступени. Как тебе такой расклад? Тут надо шесть научников и десять с инструментами, короче, ящик. И еще прокачаем до пятой ступени. Так, ну что, забираем здесь награду. И, ребята, так как у нас на маузеров вряд ли хватит, мы давай прокачаем кого-нибудь из слабеньких. Это будет Донателло Ролевой. Навыки. Опля. Пятьдесят шестой уровень он получает. И забираем здесь награды. Плюс забегаем сюда. В испыталки. Так, сцена носили. И начинаем с тобой. У нас сколько? Двести семь, да? Тысяча пятьдесят нужно баксов для того, чтобы нам приобрести двести пятьдесят откатов. Поэтому я могу позволить себе потратить какую-то часть. Так что давай. Так, вот они. Пошли. Пошли, Арны. Так, еще у нас осколки не добраны. Вот, осколки добрали. И остальное смело втюхиваем в наши жетоны. И смотрим. Смотрим, ребята, сколько у нас. Двести. Двести семьдесят получается, да? Сейчас будет двести восемьдесят пять. Триста. И, по идее, мы где-то около... Около четырехсот даже. Может быть, даже... Нет. Около четырехсот. Потому что у нас мало, к сожалению, сыра осталось. Слушай, даже четыреста. Уже четыреста есть. Прикинь? Четыреста пять. Еще пять попыток. Ё-п-р-с-э-т. Ну, это вообще шоколадное. Смотри. Просто четыреста... Сколько там? Семь... Все, ребят. Четыреста восемьдесят. То есть, в следующей серии... В следующей серии мы с тобой покупаем еще три ДНК на нашего ПИТа. Вообще забестовски. Так, ребят, ну что? На сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.